Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, назвал российских актеров Ивана Ахлобыстина и Михаила Пореченкова идиотами из-за роликов в его поддержку. Тем временем партия ЛДПР предложила Госдуме не признавать результаты выборов в Украине. И вот как про это все пишут российские СМИ. Вы идиоты, а ты унылый. Поречников, Ахлобыстин, Зеленский обвинялись мнениями о выборах в Украине. Будет должен. Поречников и Ахлобыстин поддержали Зеленского в шуточном видео. У Зеленского проблемы. Россия может не признать его победу. Как это отразится на легитимности? Немыслимый градус враждебности. Жириновский о непризнании выборов на Украине. Красота же. Какая-то параллельная реальность. Вот такая реальность тоже существует. Давай теперь чуть-чуть подробнее. В конце марта Ахлобыстин и Поречников опубликовали в инстаграме несколько роликов в поддержку Зеленского. В одном из них они говорят, что в случае победы на выборах тот будет им должен. Вот, кстати, это видео. Но если он выиграет, он будет нам должен. Слава Украине, Крым наше. Все наше. Только Зеленский! В ответ на вот эти вот ролики, ну это один из них, серия была на ролике российских актеров, я напомню, Зеленский назвал их идиотами и предположил, что им заплатили. А уже в день выборов президент Украины лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его партия внесла в Думу проект постановления, в котором предлагается не признавать итоги голосования. Почему же все это инфошум? Потому что вся шумиха вокруг выборов не имеет никакого значения и ни на что не влияет. По-настоящему важны только результаты голосования и заявление ЦИКа Украины, который подтвердил, что 21 апреля в стране пройдет второй тур. Тем не менее, многие российские СМИ решили использовать интерес читателей к политической жизни соседей, чтобы заработать клики не только на реальных новостях, но и на незначительных деталях. Так, конфликт Зеленского с Охлобыстином и Пореченковым стал настоящим новостным сюжетом. За несколько дней до выборов под сотню изданий внезапно заметили те самые ролики, которые опубликовали актеры. Журналисты даже запросили комментарии у Охлобыстина и Пореченкова. Стали на полном серьезе рассуждать, как эти видео скажутся на итоговом рейтинге, результате Зеленского. При этом сами актеры признались, что они прикалывались. Ролик Охлобыстина и Пореченкова – это очевидный троллинг, который достиг цели издания. Несколько дней обсуждали подробности конфликта, который сами и придумали. Ведь фамилии известных актеров в заголовках всегда притягивают внимание, к тому же в привязке к такой актуальной политической теме, как выбор. Впрочем, нелепыми такими инфоповодами пользуются не только российские СМИ, особенно если говорить про эти выборы. Украинские журналисты также написали про этот конфликт. И, кстати, были другие поводы. Например, журналисты рассказали о прогнозах на второй тур, которые дает астролог. Вот такая история. Что же касается инициативы ЛДПР о непризнании итогов украинских выборов, то ее значение тоже сильно преувеличено. В самой Думе признают, что даже если такое постановление примут, это не значит, что Россия не будет сотрудничать с новым президентом. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова незадолго до голосования вполне однозначно говорила, кого выберут, с тем и будем работать. В общем, не думаю, что даже если кто-то что-то в Думе одобрит такое по поводу непризнания результатов, что-то сильно поменяется. Да уж, спасибо, Даша. Дарья Песчикова с украинским инфошумом сегодня после президентских выборов в этой стране.